Библейский портал экзегет.ру представляет 47 глава Бытия, перевод российского библейского общества. Читаю для библейского портала экзегет. История про возвращение, а впрочем, возвращение кого к кому. Сказать про возвращение семьи Израиля Иакова в Египет, но их дом не там. Сказать про возвращение Иосифа к своему отцу. Он его встречает, но Иосиф его встречает на своей территории в Египте. Про возвращение мира и любви в эту семью. Про возвращение разорванного братского единства. Которое, в частности, выражается в том, что эта семья живет дальше. Действительно, в Египте, на чужой земле, потому что не это важно. Важна не принадлежность к территории. Важна не последовательность событий, которые важны, по сути, описаны здесь многократно, но которые, в общем-то, уступают главному, есть ли между этими людьми любовь или нет. А там голод настал, поехали за продовольствием, привезли или что-то еще. Ну, это мелкие технические подробности, на самом деле. И вот такой подробностью заканчивается 46-я глава, когда Иосиф учит своих родных, что им сказать, фараону при встрече, чтобы их поселили в хорошей земле, а главное, на границе с Египта, Египта с Азией, чтобы вовремя можно было как-то потихонечку оттуда уйти, когда придет время. Итак, придя к фараону, Иосиф сказал, «Пришли и с Ханааном, мой отец и мои братья, вместе со стадами скота, мелкого и крупного, и со своим добром. Сейчас они в земле Гошин». Иосиф представил фараона пятерых из братьев. Не всех, да, то есть, ну, зачем всех таскать. Фараон спросил, чем они занимаются, и те отвечали. Иосиф их подучил в конце прошлой главы. «Мы, рабы твои, пасем овец, как и отцы наши». И еще сказали, «Мы пришли в эту землю, как переселенцы. Нам, рабам твоим, негде пасти скот, ведь в Ханаане сейчас сильный голод. Позволь нам, рабам твоим, поселиться в земле Гошин». Вот есть, готовое решение. Начальнику надо подносить готовое решение, чтобы он подписал, и мотивировать его хорошо, да. «Фараон сказал Иосифу, к тебе пришли отец и братья, так посели их в лучших краях нашей земли, вся страна египетская перед тобой, пусть живут в земле Гошин». Раз решение уже готово, он соглашается. Если ты знаешь среди них подходящих людей, то поставь их смотреть за моими стадами. Ну, заодно и нам польза будет, да. Затем Иосиф представил фараона своего отца Иакова. Иакова благословил фараона, и тот спросил, «Сколько же тебе лет?» «Сто тридцать лет я прожил на свете», — отвечал Иаков. «Это немного и трудными были эти годы. Им не сравниться с годами, которые прожили на свете мои прародители». И вновь благословил фараона, Иаков удалился. С нашей точки зрения, 130 лет — это очень почтенный возраст. Помните, в истории о потопе 120 называется пределом жизни человека. Но, как мы видим, бывают исключения. Тут предел, так скажем, среднестатистический, а не абсолютный. Иосиф, как и повелел ему фараон, поселил отца и братьев в лучшем краю Египта, в области Раамсес, и наделил их там землей. И отцу, и братьям, и всему роду Иосиф выдавал зерно каждому по числу детей в его семье. Ну, а там же еще голодные годы, вот он им поэтому продовольственный паек и оставляет. И дальше, кстати, очень интересная деталь. Когда израильтяне смотрели на Египет, они наверняка обращали внимание на то, что в Египте вся земля государственная. Что, вообще-то говоря, Египет — это суперцентрализованная монархия. Монархия такая тоталитарная абсолютно, если это слово применимо к древним государствам, где фараон является не просто богом и правителем, но фараон определяет вообще все. И вот, соответственно, а как это получилось, что у простых людей в Египте ничего нет? А в стране уже не осталось зерна. Так силен был голод, поразивший Египет и Ханаан. Продавая зерно их жителям, Иосиф собрал в казну фараона все серебро, которое только было в земле египетской и в земле ханаанской. Когда ни в Египте, ни в Ханаане серебра уже не осталось, египтяне пришли к Иосифу и сказали, «Дай нам зерна. Неужели нам умирать у тебя на глазах? Серебро кончилось». «Если кончилось серебро, — отвечал Иосиф, — то приводите сюда свой скот, буду менять зерно на скот». Они пригнали свои стада, и Иосиф стал менять зерно на скот, на лошадей, овец, коз, коров, ослов. В том году он давал им зерно в обмен на скот, а на следующее они пришли к нему с такими словами, «Не скрыть нам от тебя, господин наш, что и серебро наш, и скот наш, все к тебе перешло. Нечего нам тебе предложить, кроме наших тел и нашей земли. Неужели нам погибать у тебя на глазах вместе с нашей землей? Возьми и нас, и наши земли в обмен на зерно, и мы будем вместе с нашей землей рабами фараона, только дай семян, чтобы нам остаться в живых, а земле не прийти в запустение». Так Иосиф скупил все земли в Египте. Египтяне все до одного продали ему свои поля, так силен был голод. Вся земля стала собственностью фараона, и египтян по всей стране от края до края Иосиф сделал рабами фараона. Слушайте, вот очень характерная вещь. Для библейского автора просто удивительно, что существует крепостное право и собственность фараона на всю землю Египта. Так же не может быть. Вот не бывает так, чтобы человек по природе своей был рабом своего царя, и не владел землей. Наверное, там что-то такое странное и страшное случилось. Были какие-то очень особые обстоятельства. А, ну вот как раз, да. Голод был. Пришлось все продать, чтобы выжить. Только под угрозой голодной смерти для себя и своих близких человек может пойти на то, чтобы продать свою землю государству. В истории Израиля много будет примеров, где не готовы были люди просто так расставаться с землей, потому что совершенно точно государство не владело всей землей и не считало своих граждан своими крепостными. Одно только исключение. Только земли жрецов Иосиф не смог купить. Жрецы были у фараона на содержание и за счет этого кормились, а потому не стали продавать свои земли. Ну вот храмовые земли остались. Иосиф сказал египтянам, «Теперь, когда я купил для фараона и ваши поля, и вас самих, возьмите семена и засейте землю. Отныне пятую часть урожая вы будете отдавать фараону, а четыре пятых оставлять на семена и на пропитание себе, домашним и детям». Египтяне отвечали, «Ты спас нам жизнь, ты милостив к нам, господин наш, отныне мы рабы фараона». Закон, установленный Иосифом, соблюдается в Египте и поныне. Фараону отдает пятую часть урожая, только земли зрецов не перешли к фараону. Налоги, 20% налогообложения довольно много считают люди древности. Мы с вами платим, я думаю, гораздо больше, если все сложить. И смотрите, для налогов тоже должна быть какая-то причина. Не просто фараону же надо свой двор содержать, армию чиновникам платить, да. Про здравоохранение, образование не будем, они вряд ли тогда были государственными. Вот он собирает налоги. Нет, нет, это недостаточная причина. С чего это я буду платить фараону? Он купил мою землю еще там давным-давно, в особых обстоятельствах. Вот откуда берутся налоги. То есть вот здесь взгляд израильтянина, как человека гораздо более свободного, он очень характерен. Но, тем не менее, это все-таки история не налогообложения Египта, хотя мимо такого удивительного явления не мог пройти повествователь, а история семьи Иакова Израиля. Израильтяне поселились в Египте, в земле Гошин. Там они владелись землями, там стали они плодовитые, многочисленные. Семнадцать лет провел Иаков в Египте, а всего он прожил сто сорок семь лет. Когда пришла пора ему умирать, он позвал Иосифа и сказал, «Окажи милость, поклянись мне, коснувшись бедра моего», коснувшись бедра чего-то такой ритуальный жест, который предполагает особую форму доверительной такой клятвы, что ты не забудешь выполнить мою просьбу, не хорони меня в Египте. Когда я отряду к предкам, то увези меня из Египта и похорони меня в усыпальнице моих предков. «Я сделаю, как ты сказал», отвечал Иосиф. «Поклянись», — сказал Иаков. Иосиф поклялся, и Иаков, лежавший на постели, склонил голову. А почему он просит хоронить его не в Египте? Ну, потому что он понимает, что Египет — это временное пристанище. Вот в Египте не надо создавать памятных мест, которые нельзя будет покинуть. Люди скажут, «Ну, здесь же наши близкие похоронены, вот как мы от отеческих могил уйдем? Здесь Иаков, прародитель нашего народа, и мы здесь будем жить». Египет — это временное пристанище. «Похорони меня в Ханаане, потому что наша земля там». И, конечно, об этом тоже будет дальше рассказано. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова